Вы не материтесь только, чтобы ни одного слова скверного не слышал? Тут сидят все изблудившиеся, мозги на бекре. Начнешь говорить, а он сразу матерится. А еще в школе учились. Да не говорите вообще, докажешь. Вы один вопрос себе разрешите. Для чего человек рождается на землю? Это немаловажный вопрос. И где он будет после смерти? Это... А вы в библиотеке? Главное, вы не о том спрашиваете, а спросите, с чем мы можем быть полезны друг для друга. А то как дела, как зовут, ну как бабки у колодца. Я вам деньги отплакну. Я вам деньги отплакну. Тарточка есть вот. Так, вы встанете рядом, чтобы я видел, с кем разговаривать. Я вам покажу великое, для вас недосягаемое. Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о великой миссии, которую дал Христос. Что Христос умер и воскрес для нашего оправдания. Чтобы люди жили для Бога, не для скверны. Вы знаете, что вот в этой рулетке, в этой рулетке здесь, процентов 50 мужики голые, и процентов 90 мусульмане. Самое блудливое все собралось здесь. Я не знаю, по-моему, где есть. Ну, что? Главное, я начинаю говорить, а я мусульманин. Я говорю, может, у тебя такая книга есть? Ты, может, читал ее? Я говорю, считай. Две с половиной тысячи человек. И ни один не мог прочитать. А кто такой Бог? Бог, этот Создатель Всевышний, который сотворил мир, нас. Вселенную. Который дал умерить. А вы не знаете, что Бог есть и что Он руководит всем? Считайте себя умным. Вы его видели? Видели? А вы свой ум и совесть видели хоть раз? Ум и совесть свой видели хоть раз? И судя по этому, его у вас нету. И грамма нету. Вы заметьте, что сейчас на земле 2 миллиарда 200 миллионов христиан, верящих в Бога. Мусульман 2 миллиарда. И буддистов почти 2 миллиарда. Не верующих в Бога, только 6-8 процентов. Но на них падает 99,9% всех преступлений мира. Не верующий человек, почему? Он утонул в грехе. Делающий добро к свету идет. Это кто вам такое рассказал? Эти слова сказал наш Господь Иисус Христос, Евангелие от Иоанна. Делающий добро идет к свету, а делающий зло и ненавидит свет. Ненавидит Бога и не идет к Богу. Я не слышал этого. Вы Евангелие считали когда-нибудь? Евангелие считали? Почему мне? Я не слышал. Я вопрос простой спрашиваю. Евангелие считали, Библию? Ну и еще кроме женской вони-то и не видали в жизни мужики, подкаблучники. Бороду и ту потерял. Так вы откуда зайдете подкаблучники? Я прошел такой путь, который вам на 10 жизней не хватит. Мне 81-й год. Какой год? 57 лет иду с Библии в руках. За слово Божие пришлось 5 тюрем пройти. И выстоять. Вы не в Казахстане живете? Значит, вы нарушали закон? Вы сейчас слышали, что я сказал? Я реабилитированный политзаключенный. Я за свою веру заплатил полной ценой. А за что вас садили? Еще раз говорю. За то, что верим в Бога и несли правду людям. Я как издатель, как историк. 50 книг Кауда насчитал. А сейчас у меня 38 томов в интернете. И первый в стране я насчитал, опубликовал архипелаг ГУЛАГ Солженицын и брал интервью репрессированный. И написал стихотворение про Ленина. Это самый страшный бандит. Хуже Гитлера в сотни раз. Чего вы взяли? Удали. Я на свободе остался. А эти, которые садили, все примерили, ни одного нету. И следователи умеры. И прокурор умер. Никого нету. Вы откуда это с ним берете? В своей голове? Сейчас. Какие вас вопросы интересуют о душе вашей? Какие? Вопрос только один должен быть. Мы с вами встретились и разойдемся навсегда. И чем мы, может быть, полезны вот эти минуты, пока мы? С чем? Каким талантом поделимся друг с другом? Я вот не вижу полезного с вами общаться. Вы чего полезного принесли? Вот сейчас мне за эти две минуты общаться. Вам по-русски трудно разговаривать? За две минуты чего вы полезного сделали? Подвините, бляйте. Так, только не ругайтесь. Не ругайтесь. Мы строим православную деревню с нуля. Нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. А одна деревня на всю Российскую Федерацию такая. Я, детский начальник, создал лагерь детский. Мне, Господь, Бог позволил создать детский лагерь. Без помощи государства. Я 48 лет веду лагерь. Государство ни рубля не дал, тысячи детей подняли. Что мы сделали? Это чего-то стоит? Что вы говорите? Как вам? Еще не понимаю. А мне может дать? Молодя. Мне может дать, чтобы я такой же лагерь сделал? Так что нужно вам дать? Какие-то как обкуренные мужики. Это прямо глаза такие. А может мне дать, чтобы я тоже лагерь создал? А, да. Верь в Бога. Трудись для Бога. Вы... Я верил и что-то не дает? Вы верите? В Бога верите? Верил. Ну, в Бога верите, что Бог есть вселенную сотворил. Он говорит, я верил. Неверующий. Веришь? Ну, да как веришь? Ты молишься Богу? Ты сегодня утром молился? Молился, нет? А вы молились? Мы молимся 7 раз в день. А вы что за плетку покажете? Семикратный намаз совершаем. Он говорит, я верил. Верил раньше. Раньше верил, а сейчас потерял веру. Я старовер вообще. И с батя. Я старовер. Ну, а старовер с бородой, а ты без бороды еще обманываешься. Старовер. Бороды-то даже нету. Под каблучники. Весик мне, что ли? Ты... Хорошо. Борода где твоя? Борода где? Нахера мне нужна борода? А что, оконченная что ли? Нет. А вы зайдите к староверам, когда молятся. Ни одного безбородого нету. Все иконы с бородами. Пророки и апостолы. Нет, и молодой же в другую тебя обращивать. Это блудодейная ересь, говорит Портопопа Вакуумс. Бороду бреет, блудодейная ересь. И все пьют и хлюпают здесь. Почему здесь, в этой рулетке все пьют и пьют воду? Почему? Вот если вопросы есть о душе, о вечности, о будущем, вы можете задать. Нет, жених нету. То есть не интересуетесь своей будущей судьбой? Нет. Еще не жили, уже отжили. Как же так? Человек без бога, он никакой, он игрушка, стихия. Вот у нас деревню мы строим православную. Нельзя пить, курить, материться, воровать. У нас ни одного аборта нет, ни одного развода. А в стране сегодня 86% разводов в первые три года. За время перестройки только в Российской Федерации сделано 120 миллионов абортов. Страна погибает. Человек живет для Бога, родится он умрет. А где после смерти будет? Об этом думать надо или нет? Где будет? Там два места только есть. Вот поэтому надо каждому знать волю Божию, считать эту книгу. А эта книга нам свидетельствует о воле Божией. Что Иисус Христос родился, распятый был и воскрес. И верующий во Христа имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. А что вы делаете вот здесь? Я что сейчас вам говорю? Что я делаю? Мы вот это и делаем. Людям возвещаем истину. В это место разврата и садома нас Бог послал. Чтобы рассказать, что ждет людей за это. Вот это и делаем. Работаем. Я уже тут пять месяцев, наверное, нахожусь. Ежедневно почти что. И слушают вас. Вы поближе к микрофону, чтобы погромче слышно было. Вас много кто слушает? Мне кажется, что каждый, наверное, второй вас переключал. Знаете, здесь я по опыту уже, как здесь давно в рулетке-то, скажу. По 10% примера голые валяются. И все пьют. Вот сейчас я с вами поговорю маленько, вы пить начнете. Сквернослову почти 100%. 100%. Процентов 90% мусульмане. Мусульмане, процентов 90%. То есть самое развратное, самое лживое все собралось здесь. И поэтому мы пришли, чтобы людям рассказать, что ждет их за это. Чтобы они вылезли из этой ямы тьмы и порока. А нам есть что сказать. Видите? Да. Вижу там, как церковь такая. Мы строим православную деревню с нуля. Православную. Где человек, который поселится, думает, должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не ворует. У нас нет ни разводов, ни абортов, ни пьяниц. Не такие. Вот если вы зайдете на наш YouTube канал, у меня канал YouTube есть. Вы там это все увидите. Можете зайти. Это огромный, огромный канал. 18 600 роликов наших. А что вы туда снимаете? Все. Абсолютно все снимаем. Вот у нас миссионерская поездка была. Мне Господь позволил висим долго занятия в пяти университетах, школах. Я начальник детского лагеря, 45 лет. И у меня из печати вышло 38 томов книг. И Бог мыслями мне положил на сердце подарить библиотеке мира книги. И мы живем в Барнавуле, Алтайский край. Мы дошли до Владивостока, а потом до Лиссабона, Атлантический океан. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. 650 городов прошлись, районных центров. И сделали подарок на 35 миллионов. А вот денег нету. Это Бог чудо сотворил. Мы даже не просто видеть, а вот плохо. Плохо. Ну и что дальше? Народ запился. Ну запился ты-то еще для этого сделал, чтобы он не запился. А что я сделаю? А мы так не рассуждаем. 31 тысяча поселений исчезли в России. Стерты. Люди разъехались. Примерли. Мы взяли участок земли, получили статус. Образованное православное поселение. Одно на всю страну такое. Говорят, двери открыты. Как одна семья люди живут. Школу за свой счет построили. Храм. Дороги. Государство ни рубля не дало. Это государство не заботится о таком. Ну и что? У меня за слово Божие раньше было. Я пять тюрем прошел. В первой стране опубликовал ГУЛАГ. 50 книг насчитал. Среди них был архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Ну и что? В стране преступность. А я теперь пришел. Иду в тюрьму. 3 700 у нас преступников сидят там. И работаю там. Работаю не за деньги. Людям говорю. Я знаю о чем он думает сидит. Как им стать другими людьми? Конкретно вопрос. А то проблема, проблема. Я это слово истребил. Нету. Это слово заменил. Нерешенный вопрос. Народ неграмотный. Народ неграмотный. Понимаете? Неграмотный народ. Я говорю. А что ты сделал? Я в 13 школах занятия вел. В 5 университетах. 3 радиопрограммы еженедельно. Температура меняется. Во всех отделах милиции и краевое и городское управление. Надо работать когда ты с Богом. Вот для этого мы пришли сюда. Народ больной. Я пришел как врач. Я знаю лекарства только одно. У нас приезжают наркоманы были. И в течение одного месяца он никогда уже не вернется ребенок на это. Услышала директор Кэстонского института из Лондона. Созвонилась с Останкина в Москве. Ей дали провожатого. И она прилетела к нам посмотреть, как это может быть. Ни в одной стране этого говорить нет. А как у нас с утра до вечера смотрят? Как у нас распорядок? Мы всегда встаем в 4.40. А дети в 5. Как? В детском лагере в 5? Ну да. Так рано. А зачем мы их командовать? Ко мне под язык не надо залазить. У меня практика. Я 48 лет веду детей. Тысячи детей. Ни рубля от государства нет. Я должен все достать. Сделать интересным. Ни один не заболел. Ни один не утонул. У вас такая книга есть? Вы считаете? Нет? Нет. У меня Коран. Тьфу. Коран. Ну так что ж. Коран его надо знать. Его надо считать. Надо исполнять. Считай. Что написано? Коран. Бисмилляхи. Вот оно-то. Вот вопрос сразу встает. Вот эту рулетку придумали. И здесь процентов 90 мусульман. Мусульманская щад рулетка-то. Я спрашиваю. Тут сидят мусульмане. У меня хорошее отношение с ними. А вы, ребята, зачем здесь? Ну вот познакомиться. Кого знакомиться? У тебя 4 жены дома. И за каждую колым надо платить. Знакомиться. А тут 44 голые даром. Вот вы южный, я говорю, жеребцы. И пашите на северных кобылах. Знакомиться. С кем сготовиться? Это путная там пойдет разве сюда? Это шлюхи подлые. А вы этим пользуетесь? Заразу собираете? Не соглашайте. Не соглашайте. Я говорю то, что есть. Я пятый месяц здесь. Маленькие дети, мусульманские. Дети. 10 лет мусульманские. Матерят меня, увидят. Да разве мусульмане так поступают? Не знаю, я вам слово скажу. Настоящие мусульмане уважают старших. Я вас уважаю. Да я не о вас говорю. Ребятишки маленькие матерятся. А мы мусульмане. Аллах Акбар. Матерятся. Не, не, не. Я же не матерюсь. Ну, это хорошо. Я же грамотно общаюсь. Слава Богу. Вы здесь Алика видите? Видели то есть? Кого? Алика, Алика, блогера, которого битбоксом занимаются. Я не знаю. У меня свой канал большой. Меня блогером называют. У меня большой сайт. Огромный. Равных которым и в интернете нету. По наполняемости. Ни откуда. Я с кухни позавтракал, пришел. Не, из какого города, я имею в виду? Да не из какого, а где? Вы вопрос ставите неправильно. Из какого? Это из пункта А, пункт Б. Я нахожусь в городе Барнаул. Алтайский край. Лапкин и Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Достаточно? Достаточно. Мы с вами тогда, получается, соседи А с Новосибирска. Ну, это соседи наши. По севернее маленькие. Да. Ну, ладно, спасибо вас. С Богом. Если вопросы какие-то есть, можем поговорить, как душу спасти. Как в вечности быть с Богом, а не с сатаной в аду гореть. Вот вы, так, вы мусульманин, вы знаете, что Всевышний человека сотворил? Что Всевышний Бог человека сотворил? Вы это знаете? Да, конечно. А зачем вы портите этот образ? Зачем бреетесь? Зачем образ Божий портите? Тебя... Да какая борода? Там два дня не брился. Кого обманываешь-то? Нет. Но перестань, нет. В Афганистане, говорит, умер, а ему сказали кто-то, там, стражей исламской революции. У него, говорит, борода меньше пяти сантиметров. Замерили у мертвого правды. Ему сорок ударов мертвому дали. Вот это я понимаю мусульмане. Они стоят за правду. Вот смотрите, берут интервью, мальчишка, 15 лет. И говорят, где отец? У меня был шахид. Он подорвал себя, он у Аллаха. А мать? А мать одна. Ну, а может, она приведет чужого мужика на ночь, а потом? Он поставил маленько. Зарежу. А сестра, сестре 10 лет. Ну, если она будет с парнем встречаться и будет ходить и спать с ним, он поставил маленько. Зарежу. Вот я понимаю вера. По-своему. Я не говорю правильно, неправильно, но это кремень. Он бьется за чистоту. А у нас в седьмом классе ее не найдешь. Они уже на вторую букву алфавита называются. Прелюбодейное племя. Вот для нас мусульмане во многом примером являются.